здравствуйте друзья мы на нашей стройке все не были вы видите здесь будет под ну под автомобили под драйввей то что называется бетоном сейчас зальют так ну пойдем внутрь посмотрим что тут это похоже для нашей кухни это каунтер для нашей кухни так мы сегодня большой делегации сашенька саша маши рукой смотрим красоту цвета комментируй так ну хорошо друзья это наша дверь входная она еще будет красиво покрашена будет красиво покрашена снаружи но пока я не буду углубляться там сейчас уже они такую цветовую гамму сделали как все это будет выглядеть итак смотрим на дом вот это одна комнатка прямо у входа коридор так ну гараж мы отсюда пришли другая комната такая довольно приличного размера с этого на улицу так и тут вот у нас уже оформляется светик разрешено вот вы видите раклину поставили туалет поставили у них там интеллигентный разговор мы продолжаем движение приходим вот в это место и тут так богато богатого тут будет мешка закрываться будет на дверке значит вот мы приходим в это главное такое здесь место вы видите что кухня приобретает некоторый вид и вот здесь как раз и будет стоять тот каунтер который мы видели в гараже вот он тут вот так все это выглядит сашенька ты первый раз тут ну как тебе нравится почему не два этажа понимаешь история какая дело в том что в городе в каждом есть разрешение вот на этом месте можно два этажа на этом месте можно один и правильно за это у вас два если вы ремонтал то можно делать все два а здесь был один ты хоть как почему мы не купили дом где два этажа как-то нам больше нравится когда один даже не знаю так как то вот действительно вопрос интересный сейчас бабушку спросим почему она не любит перестраивать дома так где два этажа а это крыльчка тут будет видеть вот уже под крыльчка тут опалука такая ну что пойдем пойдем смотреть тут еще крыло у нас есть да все саша пойдем ты будешь у меня проводником и комментатором так обходим вот эту стену слева сюда ну тут ничего нет просто комната тут стиральная сушильная машина вот кранчики вот там труба вытягивает воздух так ну вот спаленка давайте я пройду вот тут пол все красиво там шкафчик плотиной видите мы как-то тут со света и выясняли не слишком ли узкий он я прохожу как нормально плечами ну-ка да да еще место остается вот тут будет шкафчик плотина может быть света не хватает чтобы хорошо видно было так тут у нас уже стоит ванная уже стоит туалет на свет есть нет нет цвета уже стоит туалет вот скоро здесь раковина будет уже над ней работают хорошо здесь комнатка но она как бы давно уже в порядке тоже спальня там люк вниз под дом там шкаф ну что смотрим здесь тоже будет работа над крылечком вот вы видите тут будет крылечко и здесь уже почти завершенный санузел а ну только почти вот тут туалет есть а умывальника еще нет вот здесь будет умывальник сейчас мы спросим у бабушки а то она там говорила что-то май гадность май гуднес чем почему-то она там удивлялась это шкаф плотиной со временем тут будет ну что конечно когда стоят двери когда стоят ручки правда уже так все это красиво симпатично ну что же приближается завершение вы видите вот эти вот skylight они дают много света хорошего кстати как как светло это не потому что ламочка где-то горит а это потому что skylight вообще вот весь весь свет в доме вот из этих skylight вот она тут идет вот все оттуда то что из окон тут много не насветить там доски от чужого забора и все до светлана отвечает на вопрос почему она перестраивает дома одноэтажные они больше ну во первых я не чувствую себя комфортно потому что я не умею это делать это сложнее ну там больше нюансов да чтобы все находилось друг на другом друг по другу проектировать но это конечно не главная причина главная причина я вижу ценность дома именно в одном уровне потому что в долине очень мало земли если у тебя есть участок земли на нем стоит дом в одном уровне это большая ценность чем у тебя на маленьком участке стоит дом двухэтажный а если на нормальном участке еще и дом большой да понимаешь то есть это как бы ценность и и таких домов очень мало то есть на перспективу когда ты вырастешь и получишь наследство эти все дома это будет очень большая ценность это было что-то страшное иди в окошко посмотреть что его окошко сейчас мы с сашей смотрим в окошко пошли саша как тебе забор начни с забора как тебе забор вот иди сюда вот тут вот может быть тебе отсюда будет лучше видно ну да конечно вот это место где ты стоишь это был вот такой золик как там ты видишь ну там много так много денег как получается что как получается что больше денег потому что вы же делаете это чтобы было больше денег потому что ты нас сначала покупаешь дом это мне напоминает ричад а потом ты еще его ремонтуешь если 2 миллиона потом ты еще ремонтуешь там 2 миллиона как это тогда обратно мы пойдем на пенсию сашенька я тебе скажу ответ ответ очень простой когда у тебя нет денег перест не покупать не перестраивать ты не покупаешь и не перестраиваешь но когда ты думаешь допустим что тебе делать с деньгами на пенсию вот ты говоришь вот я могу положить деньги на счет в банке и когда я буду там выйду на пенсию я буду их потихоньку тратить но дело в том что в банке деньги пропадают потому что инфляция они обесцениваются там а недвижимость растет в цене вот этот дом если бы мы его даже не дрогали он за последние пять лет вырос два раза в цене то есть скажем там 700 тысяч 800 тысяч поэтому деньги в банке так не вырастут не только за пять лет но и за 50 лет они так не вырастут поэтому такой пенсионный план вот наконец-то мы добрались до этого санузла поскольку все ушли отсюда вот у нас вы видите столик столик вот такой ведь они поработали сегодня и уходит там еще часа дня нет они уже уходят и час есть час 10 15 вот туалет стоит света любит покупать такие знаете блоки где в одном в одном юнити все собрано сливной бачок и и сам толчок они в одном юнити светочка почему ты вот когда покупаешь туалет ты хочешь чтобы они были в одном модуле и сливной бачок и седалище расскажи по ходу дела расскажи кто же я я не мог снимать поскольку ты там разговаривала с ним рассказывает почему потому что это более можно это чисто мода я думаю какое-то удобство в этом есть ну удобство вытирать конечно удобнее туда не попадает пыль не сужина это ерунда вот в бачоку декорство небольшой мало того с этими бачками до целая папея а пупея точнее потому что по стандартам разрешается один максимум 128 там галона перчего-то на слив 5 литров а сейчас делают толчки в которых две кнопки и одна кнопка сливает 1.1 галона 2 с ним сливает 1.6 то есть есть кнопками поменьше и на побольше но если кто-то уже так вот их ставить нельзя инспектор приходит убирайте туалет из-за второй кнопки из-за второй кнопки но это продается повсеместно то есть я бы искал туалет это как бы дизайн шестидесятых но вот современный ну относительно да но я хочу вы что это ручка она так с последние 50 лет дело в том что все туалеты одним кусочком они даже так конечно если что случится тебе нужно сразу весь туалет меня не можешь менять отдельно бачок отдельно вот но более эстетично смотрится вы видите в гараже уже установлен water heater то есть обогреватель воды в доме свет а ему не положено как-нибудь знаешь может быть и стекловатый обмотать чтобы меньше расход наверное обмотают да сначала инспекция пройдет потом обматывают чтобы не было потерь иди сюда покажи ничего страшного она не закроется на кабель музыка иди покажи насос вам это насос где мы с вами вот это вот так линия вот так а вот он там вот видишь она обратно идет и соединяется и вода будет все время циркулировать здесь и будет сюда горячая вода то есть когда ты кран открываешь не надо ждать пока вот из этого бачка придет горячая вода а значит она вот так и по такой петле будет ходить да все время этот памп будет ее гонять дело в том что у нас режим экономии воды и получается ерунда полная то есть старых домах где для того чтобы помыться ты должен пять минут спускать эту воду да все причем во всех туалетах сколько у тебя там их есть и в общем это какая-то ерунда не целесообразная кроме того это очень неприятно как включаешь воду у тебя течет холодная вода тебе может руки нужно помыть всего-навсего но вода течет холодные зимой она таки тебе сейчас люди скажут а когда нужно на улицу побежать и из колодца и из колодца набрать я мои да да все живут в разных условиях мы разбалованы нам хочется чтобы кран открыть и сразу горячая сразу горячая для жильцов такие удобства это я и для экономии воды и для жильцов как если я уже делаю нормально я хочу хорошо сделать понятно понятно и